МОРТАЛ КОМБАТ Ведь именно благодаря цензуре мы имеем в игре один культовый прием, который настолько сроднился с игрой, что кажется, будто он там был изначально. Дело вот в чем. В 1993 году, когда первая часть МОРТАЛ КОМБАТ выходила на домашние приставки типа Sega Mega Drive, не все компании хотели пускать кровавые драчки на свои приставки. Именно поэтому Nintendo, которая в начале 90-х проводила политику дружественности в семье, ориентируясь на более семейные и добрые игры, выпуская Мортальник на свои SNES решила, что было бы неплохо заменить всю кровь в игре на пот, а также переделать некоторые фаталити. И если потеющие во время драки персонажи выглядели просто глупо, то фаталити Саб-Зиро, где он сначала замораживает жертву, а потом разбивает получившийся кусок льда на мелкие кусочки, так понравился игрокам и самим разработчикам из Midway, что уже во второй части серии, вышедшей в том же 1993 году, данной фаталити предстало уже во всей красе. Именно поэтому стоит поблагодарить Nintendo и конкретно этот факт цензуры хотя бы за такое эффектное и коническое фаталити.